Девушки отдыхают Я знаю о войне, лишь понаслышке Но вновь и вновь в мои приходят сны Безусый паренек Совсем мальчишка Который не вернулся с той войны Сожмется боль в сердце От печали Хоть с той поры прошло полсотни лет Но снится мне тревожными ночами Мой молодой, мой вечно юный дед Над миром мой Жует вечный май Который раз мы празднуем победу Но то, что совершили наши деды Ты помни, никогда не забывай Мы знаем о войне Лишь понаслышке Но матерям сегодня не до сна Ведь подрастают юные мальчишки А где-то до сих пор идет война И сколько их еще Наверно будет Солдат не возвратившихся с войны Пою для вас К вам обращаюсь, люди И научиться мир беречь должны Тормина, кто Кушует вечный май Который раз мы празднуем победу Но то, что совершили наши деды Ты помни, никогда не забывай Ты помни, никогда не забывай Ты помни, путь к победе был непросто Права мою была ее сына Ты помни, бухенвальд и холокост И смерть, и страх, что сеяла война Ты помни, посидевших матерей Солдат не возвратившихся домой И похоронки забывать не смей Все это надо помнить нам с тобой Какой ценой победа нам достала Ты помни, никогда не забывай Ты помни, никогда не забывай Добрый вечер, уважаемые земляки Мы рады приветствовать вас на знаменательном событии Открытии памятника воинам-землякам Участникам Великой Отечественной войны Советский солдат, ты навеки герой И генерал, и рядовой Который прошел все дороги войны И выгнал фашистов с российской земли Советский солдат, тебе слава, почет Твой подвиг в веках никогда не умрет Бессмертие твое сохранит навсегда Вечный огонь и гранита стена Уважаемые участники события Торжественный митинг, посвященный Открытию памятника воинам-землякам Участникам Великой Отечественной войны Объявляется открытым Внимание! Звучит гимн Российской Федерации Звучит гимн Российской Федерации Сегодня на торжественном открытии памятника воинам-землякам Присутствуют почетные гости Заместитель главы Амутинского района По социальным вопросам Елена Ивановна Малушкова Начальник управления по работе С территорией Амутинского района Константин Петрович Калиниченко Военный комиссар По Амутинскому, Армизонскому И Юргинскому району Александр Валентинович Филипенко Председатель районного совета ветеранов Нина Валентина Обросимова Мы приглашаем вас для приветственного слова Уважаемые гости нашего района Мне очень приятно и очень почетно присутствовать на этом событии К сожалению, коварный вирус недал нам своевременно Торжественно открыть этот памятник Но сегодня, 5 сентября Вообще месяц сентябрь Очень богат на дни воинской славы Буквально совсем недавно 2 сентября Весь мир отмечал 75-летнюю годовщину Окончания Второй мировой войны Сегодня мы с утра Начали день с открытия памятника Герою Советского Союза Филонову Александру Григорьевичу И сейчас с удовольствием принимаем участие На торжественном открытии Памятника воинам-землякам Ушедшим на фронт из деревни Свобода Амутинского района Вы знаете, неважно Есть медали у наших фронтовиков Участников войны Или нет Они все для нас герои Потому что они все личности Которых воспитала и растила наша Амутинская земля И на фронт они уходили С любовью в сердце Любви к своей родине К своей земле К своему народу И готовности отдать здоровье А многие отдали жизни За наше с вами мирное небо Я Знаете, людская память Она и как наша жизнь Нуждается в постоянной подпитке И сегодня Я хочу слова особой благодарности Сказать инициативной группе Земляков За вашу работу По увековечиванию памяти народа За сохранение памяти Для нашего подрастающего поколения Это очень важно В патриотическом воспитании Чтобы наши дети Донесли до своих детей Подвиг нашего района Уважаемые земляки Я желаю всем Крепкого здоровья Мирного неба Берегите себя и своих близких Спасибо вам большое Здравствуйте, уважаемые земляки Гости Хочу поздравить вас С этим знаменательным событием Пожелать вам здоровья Счастья И чтобы в следующий год 9 мая Вы здесь все Вот этой вот компанией Все собрались И отметили День Победы С праздником вас Воскресный день 22 июня 1941 год Отдыхают жители городов и сел Гуляют по деревенским городским улицам Выпускники школ И вдруг Счастливый момент Прервал Голос Левитана Который объявил О начале Войны Который объявил о том Что фашистская Германия Без объявления войны Напала На Советский Союз И встала Страна Огромная Встала На смертный бой С фашистской силой Темною С проклятою Ордой Выполняют Солдаты Свой солдатский долг На фронтах В тылу Работают Женщины На заводах На полях Им помогают Маленькие герои Большой войны Их дети Мальчишки Девчонки И выстояли И победили Сегодня Благодарные потомки Которые помнят Тех Кто отстоял Мир Делают все Чтобы на их территориях Сохранилась память Об этих героях Мы очень благодарим Вас Жители Деревни Свобода За то что вы Помните О своих героях Которые Совершили Подвиги В годы Войны Кто-то Остался на полях Сражений Кто-то Умер Отран Они Все Остались В вашей памяти Спасибо Вам За это Добрый день Участники Сегодняшнего мероприятия В этот год 9 мая Исполнилось 75 лет С момента победы Великой Отечественной войне Вторая мировая война Началась 1 сентября 1939 года Началась Нападение Фашистской Германии На Польшу В дальнейшем Немецкие оккупанты Занимали Страны Европы За весь период Великой Отечественной войны С территории Мутинского района Было призвано 7402 человека Не вернулось 3558 человек В том числе И ваши земляки И вот я сегодня Хочу вас Поблагодарить Жителей За то Что вы помните Своих земляков Отдаете Дань уважения Отдаете Дань памяти Тем что Возвели такой памятник Я выражаю Вам особые слова Благодарности Желаю всем Здоровья Благополучия Конечно же Мирное Мирное время А мирное время Будут Поддерживать Ваши Внуки Правнуки Которым предстоит Служба Или кто Кого еще Служит Всех Поздравляю С праздником Победы Здоровья Благополучия Вашим Семьям Мы благодарим Вас За добрые слова Здоровья В числе Почетных гостей Позвольте Представить Инициативную Группу Жителей Деревни Свобода Организовавших Сбор Средств И установку Памятника Войным Землякам В лице Мартыновой Нины Ивановны И Муравьевой Ольги Петровны Мы предоставляем Вам слово Здравствуйте Хочу только одно сказать. Спасибо вам большое, что вы приехали. И всё очень трудно. Так что своих помяните, чужих помяните, родственников, соседей. И, наверное, на уши будет легче. Как бы почтите их память. Всё, у меня на этом закончено. На открытии памятника собрались родственники, потомки и знакомые героев, увековеченных на этих плитах. И мы хотим предоставить слово потомку семей Михайловых и Захаровых Галине Николаевне Платоновой в девичестве Михайловой. Аплодисменты. Добрый день, уважаемые земляки. Сегодня очень волнующий день, а для меня это особенно волнующий. Потому что я здесь выросла в этой деревне. Михайлов Степан Иванович и Михайлова Мария Константиновна. Весной 41-го года они отправили на фронт, как и все, своих четверых сыновей. Из четверых сыновей вернулся только один. Трое погибли. Я горжусь своими дядями. Очень волнительно мне тоже сегодня. И знаете, еще со стороны мамы тоже мои дяди Иван Никитич и Яков Никитич были на фронте. Иван Никитич не вернулся. Поэтому я очень соболезную всем. Я горжусь своими дядями, что они защищали нашу родину, строили для нас хорошую жизнь. Мы всегда помним наших родственников. Наши дяди живут в сердцах. И я всегда говорю, что родные не умирают. Они возвращаются теплым дождем. Спасибо. Мы предоставляем слово Галине Зыряновой со стихотворением собственного сочинения посвящения 75-летию Победы. Не забывайте ветеранов, участников проклятой той войны. И у креста на их могилах цветочек розы посади. Они отчизну отстояли, чтоб спать спокойно все могли, где в мирном небе кличут журавли. И только в снах их оживая, вспоминали, как била метель фронтовая. Как их раны болели, кости немели. И солдатское лихо вместе с кашей уели. Так давайте, люди, вспомним всех ушедших именах. И всем погибшим в памяти награду поставим обелиски и памятник бойца. И вот, дожив до юбилея, мы гордо держимся в строю, что наши прадеды и деды преодолели ту войну. Это я знаю со слов отца. Спасибо. Большое вам спасибо за такие трогательные слова. Хотим выразить глубокую признательность всем, кто принял участие в таком благородном деле, как организация, проектирование и строительство памятника воинам-землякам. Особенно мы выражаем искреннюю благодарность администрации Амутинского района за неоценимую финансовую и консультационную помощь в возведении памятника. Говорим огромное спасибо идейным вдохновителям, и организаторам в таком благородном деле Мартыновне Нине Ивановне и Муравьевой Ольге Петровне, а также вам, неравнодушным жителям деревни Свобода и всем, кто окликнулся за помощь в установке монумента. Память нас возвращает в суровые годы, боевые друзья и бойцы собрались. Ах, как хочется нам в этот день особый, все героев на миг, хоть на миг воскресить. 1418 дней длилась война. Вся страна поднялась на борьбу с фашистскими захватчиками. Солдат на передовой и подросток на заводе, партизан в тылу врага и колхозница в далеком от фронта селе каждый приближал победу. Семья Дундуковых Семья Ильиных ушли пятеро, вернулись только четыре человека. Семья Ефимовых ушли шесть, вернулись трое. Семья Захаровых ушли восемь, вернулись пятеро. Семья Колычевых ушли двое и вернулись двое. Семья Коробейниковых ушли трое, вернулись только двое. Семья Мартыновых ушли десять, вернулись шесть. Семья Михайловых ушли четверо, вернулся один Семья Масиковых ушли двое, ни один не вернулся Семья Осиповых ушли двое, ни один не вернулся Семья Печориных ушли двое, вернулся один Семья Петровых ушли восемь, вернулись четыре Семья Товискиных ушли шестеро, вернулись трое Семья Труфановых ушли двое и вернулись двое Семья Шевчук ушли четверо, вернулись трое И многие, многие другие Война не обошла ни одного двора Воевали не за страх, а за совесть Защищая не свою жизнь, но жизнь и свободу своих детей, жен, матерей Не все смогли вернуться назад Лишь 53 воина пришли с фронта домой в родную деревню Смогли обнять своих родных и близких 38 человек остались на полях сражений Мы все в неоплатном долгу перед ними Этот монумент олицетворение нашей признательности За великий подвиг наших предков Всех, кто воевал за своих детей, за мир в своей стране Все тех, кто погибал и тех, кто смог вернуться Мы чтим их память, и чтобы воспоминания о героях не стерлись С течением времени и остались в поколениях после нас Фамилии воинов-земляков нанесены на мраморные плиты Чтобы каждый смог подойти к монументу Отыскать имя своего предка и поклониться его памяти Уважаемые земляки, почетные гости, гости нашего района Настал торжественный момент Момент открытия памятника воинам-землякам Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 года Журавли, уходящие в небо Это души погибших солдат Каких имен нет на могильных плитах Из всех племен оставили сыны Их миллионы незабытых, убитых, не вернувшихся с войны Когда объявляют минуту молчания Клянутся в любви своей родине стоя Все люди становятся однополчане Одноучастники общего горя Почтим память воинов-земляков Участникам Великой Отечественной войны Участникам Великой Отечественной войны Спасибо Спасибо В шину полей Воют сто ветров О моих друзьях Не вернувшихся Кто же знал из нас Что все будет так После тех поев Что не каждые И придут домой И обнимут мать Что не каждому И любить еще И увидеть дочь Что не каждому Из траншеев стать Богом дадено Ваших сыновей Не вернувшихся Журавли Как и мы Все домой Летят И ты меня Просто жди Знаю Встретимся Но темная Ночь В степи Где мои Журавли Ветер все будит Будь то плачет он Он как я один Звезды падают Разделяя нас Все равно Ты жди И когда огонь За моей спиной Сердце Ты одна Знаю Наперед Для меня Живет Вся любовь Твоя Журавли Как и мы Все домой Летят И ты Меня Просто Жди Знаю Встретимся Но темная Ночь В степи Где мои Журавли Знаю Встретимся Но темная Ночь В степи Где мои Журавли Отгремела война Давно Канонадой Прошедших лет О войне Твой Смотрю Кино И тебя Вспоминаю Дед Как ты шел Умирая В бой За отчизну За дом За мать Не боялся Ты смерти Злой Шел Руками Фашиста Рвать Спасибо Деду За победу За мир В котором Мы живем Спасибо Деду За победу И до земли Ему поклон Спасибо Деду За победу За то Что мы На свете Есть Спасибо Деду За победу Хвала ему В веках И честь Отгремела Война Давно Вот уж Деда На свете Нет Стопку Молча Налью Вино Помяну Тебя Словом Дед Для меня Ты всегда Герой Я Твою Сохранил Медаль В моей памяти Ты Живой За победу Не выпьешь Жаль Спасибо Деду За победу За мир С которым Мы живем Спасибо Деду За победу И до земли Ему поклон Спасибо Деду За победу За то Что мы На свете Есть Спасибо Деду За победу Хвала ему В веках И честь Деду Спасибо деду, спасибо деду за победу, за мир, в котором мы живем. Спасибо деду за победу, и до земли ему поклон. Спасибо деду за победу, за то, что мы на свете есть. Спасибо деду за победу, хвала ему в веках и честь. Спасибо деду за победу, хвала ему в веках и честь. Митинг, посвященный торжественному открытию памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, объявляется закрытым. Уважаемые гости и жители деревни Свобода, мы приглашаем вас на концертную программу на солнечной поляночке, которая состоится через несколько минут. А сейчас мы приглашаем вас для памятного фото. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть на солнце блестит селена, На груди и русская ордена, Пусть случится на спальс над землей, Вот такой молодой и седой, Пусть когда все спешат и спешат, Никогда не стоит душа. Пусть все, как-то это твое случилось, И молодо опять глаза теряю, И стол не зряет, и смотри на вас. Субтитры создавал DimaTorzok